Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как обычно в начале моего видео хочу попросить каждого из вас, кто еще не подписался на канал, сделать это и поставить лайк этому видео. Я буду вам очень благодарен за оценку моих трудов и за поддержку моего канала. Итак, попытаюсь вложиться в 3 минуты, не знаю насколько успею. Предложение в магазине на БТСВ и СУ-76И за 2 танчика 5 баксов, плюс контейнер собери их все, плюс 2 камуфляжа, 5х10 жетонов, ну и соответственно 2 места в ангаре, как же без них для того, чтобы поставить эти танки. Что я лично думаю по этому предложению? Мне кажется, что предложение из разряда абсурдных. Объясню почему. Дело в том, что БТСВ и СУ-76И это танки 3 уровня. Заплатить 5 баксов за 2 танка 3 уровня это уже психопатия, исходя из того, что я критиковал даже предложение за 3 бакса 2 танчика 3 уровня, говоря о том, что 1 бакс в этой игре, при том, что вы грамотно донатите в игру, составляет 1000 голды. Соответственно 5 баксов это 5000 голды. Отдавать по 2500 голды за каждый из этих танков, ну вообще из области ашизофрении. Теперь давайте посмотрим отдельно по каждому танчику обзоры, вы можете на них посмотреть у меня на канале, как они играются в руках среднестатистического танкиста с результативностью боев менее 50%. Танчики эти играются, ну я бы сказал, что вот этот играется уныло и невесело, вот этот еще плюс-минус как-то, но тоже не фантам. Таким образом отдавать по 2500 голды бред полнейший. Кто-то скажет, есть еще возможность открыть контейнеры, собери их все, и тут он идет целый один. Но хотелось бы отметить, что обзор открытия контейнера на неподкрученном абсолютно аккаунте и результат открытия 9 таких контейнеров, вы опять-таки можете посмотреть у меня на канале. Посмотрите, очень сильно будете удивлены результатом. Что хотелось бы отметить, даже если отминусовать себестоимость данного контейнера, которую я вычислял в своем видео, открывая 9 таких контейнеров, в любом случае получается, что за каждый из этих танчиков вы отвалите по 2 бакса. А мне кажется, это слишком много для такие танки. И возвращаясь к сумме в 5 баксов, а мы уже перевели с вами, что 5 баксов это 5000 голды, покупая голду в каких-то акционных предложениях в этой игре, хотелось бы отметить следующее. За 5000 что вы можете себе позволить? Вы можете себе позволить, я не знаю, там, купить себе Су-85И, которая в магазине висит постоянно, если вам нужна ПТшка. Вы можете купить себе Деккер Макса, который куда получше будет, чем Сушечка, та, которая стоит в предложении сейчас. Дороже, но лучше. Дороже всего на 400 голды. Что вы еще можете себе позволить купить? Из реально премов, то есть, ну и вот это, и вот это постоянное предложение, которые никуда не деваются, а иногда их можно еще и дешевле где-то там отхватить. Из реальных предложений на сегодняшний день по хорошим премам, действительно хорошим, 3500 голды, Игл-7, неплохая машинка, но гораздо лучше Т23Е3, по моему субъективному мнению, за те же самые 3500 голды еще и полторушка вам останется в виде сдачи. Вы можете доложить 1500 и купить себе Т26Е5, который я лично рекомендую как мастхев в ангаре танкиста начинающего. Это очень хорошая машинка для 8 уровня, которая очень классно играется и довольно неплохо фармит. И если уже быть совсем прям вот в притирку, то за те же самые 5000 голды, копейка в копейку, вы можете взять себе Крайслер Ка. Это не является имбовой машиной, ее показатели, ну вообще как бы там совсем унылые в отношении там играбельности в рандоме. Ее перезарядка там в 10 секунд всех смущает, урон в минуту вообще никудышный, как для 8 уровня. Но ребят, это восьмерка и это тяж. Это не две машинки третьего уровня за 5 баксов. Ребят, смотрю на это предложение, просто нет слов. Если имеете обратное мнение или поддерживаете мое мнение, напишите пожалуйста об этом в комментариях. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Играйте в танки, фантись, возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Я вам буду очень-очень благодарен. Всех благ, мира, ну и всего хорошего.